сегодня к нам поступил на ремонт вот такой вот триммер фирмы kawasaki профессиональный триммер очень интересная модель и очень интересная для нас поломка интересно над тем что еще не снимал я такого работать будем с валом вот двигатель работает идеально я даже сказал мы выходили заводили его двигатель очень хорошо работает причина следующем как объяснил нам клиент вот после треска появляется треск и после этого перестает вращаться катушка имеет разборную штангу вот после то перестает вращаться треск вот здесь в колоколе вот ну или что-то он там говорит дальше но мы вышли завели мы слышим что это колокол вот как мне кажется что здесь у нас на валу слезали шлицы сейчас мы его раскрутим и посмотрим проблема усложняется тем что у нас конечно же на кавасаки вала нету и придется нам с вами подумать если здесь вал конечно что мы можем придумать откручиваем 4 болта которые нам держит колокол аккуратненько вынимаем и теперь нам его надо снять здесь все нас уже на четыре снимаем и смотрим внутрь ну как я вижу шлицы шлицы в принципе там подальше нормальные в начале стертые конечно же колокола у нас на кавасаки тоже нет придется выходить из положения действительно и вал да немножко вот слизом мы видим примерно 7 миллиметров так ну и соответственно работала только вот эта часть как мы видим остальной вал не тронут и он можно сказать не работал что будем делать мы я вот так подумал наша задача подвинуть вал сюда и тогда должно зацепиться 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 или не сейчас попробую чувствую зацепляется вот чтобы его подать нам надо соответственно с другой стороны вала с другой стороны вала мы же не можем было сделать меньше вот другой стороны вала мы сделаем ставку чтобы вал наш искусственно немножко стал длиннее на те же 5 к примеру миллиметров вот таким образом при эту часть можно собрать назад сейчас мы это сделаем и как обычно пойдем заводить посмотрим сильно здесь не тяните иначе может лопнуть колокол ухо так отломаться так назад будем работать с той стороны штанги причина как бы ясна и сейчас мы ее устраним прикручиваем на место болты с этой стороны мы уже ничего не будем делать здесь у нас уже все ясно вот конечно если есть возможность поменять вал это будет идеальным решением вал и редуктор на колокол это будет конечно идеальным решением но если нету как данном случае очень косо редкая вот мы будем мы будем сейчас искусственно удлинять вал самым простейшим и дешевым способом единственное конечно мы сейчас еще сразу разберем так я пока я убираю нам надо еще посмотреть ответную часть вот здесь потому что здесь тоже может быть слизана сейчас мы посмотрим нет здесь как мы видим у нас все хорошо все у нас замечательно здесь даже очень хорошо собираем ее на место так вот соединение у нас нормальная ничего не слизана там все работает отлично теперь берем вот такую нехитрую вещь а именно кусочек какой-нибудь проволоки хоть любого гвоздя и туда внутрь вот в эту муфту забрасываем вот таким образом мы ограничиваем для вала ответного возможность туда уйти и он соответственно просто но дальше не провалится теперь мы собираем соединение сейчас пойдем попробуем его заведем посмотрим помогло ли наша так сказать инновационная инновационной технологии наши вот но я просто уже делал делал уже не раз какое-то время вал еще служит конечно это не новый вал долго он тоже вряд ли проработать имеют так как нового ну в принципе при нормальной такой работе год вполне может поработать еще а может и больше главное смазывайте все соединения и в принципе почему нет почему не поработает длину вот этой самой проволочки конечно надо подбирать для каждого инструмента индивидуально если же конечно не разборный вал вот то подкидывать надо вниз туда где катушка в тот редуктор прям кусочек вот он нам не даст валу дальше проткнуть упасть соответственно вал приподнимется здесь зацепиться вот но сейчас мы пробуем идем заводить послушаем поработаем все как обычно и так дорогие друзья вот он наш с вами триммер кавасаки что мы с ним сделали как мы помним у нас была проблема с балом пал опускался ниже и так как немножко здесь стерли шлицы он просто проскальзывал за счет чего получал ну не работал катушка останавливалась мы с вами вот сюда соединение ставили кусочек проволоки даже сейчас покажу его вам вот он кусочек проволочки за счет чего получается наш вал теперь здесь сходится меньше пусть там на сантиметр примерно и соответственно стал он подлинче здесь получается он уже зашел дальше и везде получилось сцепление конечно это пустарный способ но так как мы не имеем сейчас вала да я думаю вообще редко где можно найти вал на кавасаки то данное решение какое-то время позволит конечно человеку поработать сейчас мы заведем ее и покусим как мы видим сцепление хорошее все работает вал наш никуда не уходит подписывайтесь на наш канал заходите на наш сайт look tool.ru и вы научитесь делать всем удачи пока пока удачи 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 удачи